Этот фильм просто внешнее проявление моего личного внутреннего путешествия. Цель этого фильма не в том, чтобы рассказать о Самадхе, предоставив информацию для твоего ума, а в том, чтобы вдохновить тебя непосредственно познать свою истинную природу. Сейчас Самадхе актуально более, чем когда-либо. Мы достигли того исторического периода, когда не только забыли о Самадхе, но забыли и то, что мы забыли. Эта забывчивость есть Майя, иллюзия обособленного Я. Майя, иллюзия обособленного Я. Майя, иллюзия обособленного Я. И куда идем? Большинство из нас никогда не осознавали истинное Я, душу, или то, что Будда называл Аннатой. То, что находится за пределами имени и формы, вне мышления. В результате мы считаем, что мы – это ограниченные тела. Мы живем в страхе, сознательном или бессознательном, что ограниченная Я – структура, с которой мы себя отождествляем, умрет. Жизнь и смерть, как инь и янь – это неразрывный континуум, бесконечно разворачивающийся, без начала и конца. Когда мы отталкиваем смерть, мы также отталкиваем и жизнь. Когда ты непосредственно переживаешь истину того, кем являешься, у тебя больше нет страха перед жизнью или смертью. В нашем обществе и нашей культуре нам говорят, кем мы являемся. И в то же время мы – рабы более глубоких, бессознательных, биологических инстинктов, управляющих нашим выбором. Эго-система – это не что иное, как импульс повторения. Это просто путь, однажды принятый энергией, и тенденция этой энергии снова пройти этот путь, независимо от того, является ли он позитивным или негативным для организма. Существуют бесконечные уровни памяти или ума, спирали внутри спиралей. Твое сознание, отождествившись с этим умом или эго-системой, привязывает тебя к социальной обусловленности, которую можно назвать матрицей. Существуют аспекты эго, которые мы можем осознавать, но именно бессознательные, уходящие в далекое прошлое связи, первичные экзистенциальные страхи, на самом деле управляют всем механизмом. Бесконечные стереотипы погони за удовольствием и избегания боли преобразуются в патологическое поведение, нашу работу, наши отношения, наши убеждения, наши собственные мысли и весь наш образ жизни. Подобно скоту, большинство людей живут и умирают в пассивном подчинении, питая своими жизнями матрицу. Мы проживаем жизнь, будучи заключенными в ограничивающие стереотипы. Жизнь часто наполнена огромными страданиями. И нам никогда не приходит в голову, что мы действительно можем стать свободными. Возможно отпустить жизнь, унаследованную из прошлого, и жить той, которая ждет выхода через внутренний мир. Все мы родились в этом мире с биологическими обусловленными структурами. Но без самоосознания. Часто смотря в глаза маленького ребенка, ты не видишь там и следа личности, а только светящуюся пустоту. Личность, которой становится ребенок, это маска, надетая поверх сознания. Шекспир сказал, «Весь мир театр, а люди в нем – актеры». В пробужденном человеке сознание сияет через личность сквозь маску. Когда ты пробужден, ты не отождествляешься с твоим персонажем. Ты не считаешь, что ты – маска, которую носишь. Но ты не отказываешься от своей роли. Мы отождествляемся со своей личностью, нашей ролью. Это и есть майя – иллюзия истинного «я». Самадхи – это пробуждение от сна твоей личности в спектакле жизни. Спустя 24 столетия после того, как Платон написал государство, человечество все еще пытается выбраться из пещеры Платона. На самом деле сейчас мы скованы иллюзиями более, чем когда-либо. Платон устами Сократа описывает группу людей, которые скованы цепями и проживают свою жизнь в пещере, смотря на пустую стену. Они видят только мелькающие на стене тени, отбрасываемые предметами, проносимыми мимо огня, который горит позади них. Этот театр теней становится их миром. По словам Сократа, тени были настолько близки, что узники могли принять их за реальность. Даже после того, как им рассказали о существовании внешнего мира, они продолжали верить, что тени – это все, что есть. Даже если они подозревали, что есть нечто большее, они не хотели оставлять то, что было им знакомо. Современное человечество похоже на тех людей, которые не видели ничего, кроме теней, на стене пещеры. Эти тени аналогичны нашим мыслям. Мир мышления – это единственный мир, который мы знаем. Но есть другой мир, находящийся за пределами мышления. Вне двойственного ума. Готов ли ты покинуть пещеру, оставить все, что ты знаешь, чтобы узнать правду о том, кто ты есть? Чтобы испытать самадхи, нужно отвести внимание от теней, от мыслей к свету. Человек, привыкший только в темноте, должен постепенно привыкнуть к свету. Привыкание к любой новой системе мировоззрения требует как времени, усилий и готовности исследовать новое, так и готовности отбросить старое. Ум можно уподобить ловушке сознания, лабиринту или тюрьме. Это не так, что ты в тюрьме. Ты и есть эта тюрьма. Тюрьма — это иллюзия. Отдождествляясь с иллюзорным «я», ты спишь. Если ты, осознав, что находишься в тюрьме, станешь бороться за выход из иллюзий, то тогда ты наделишь ее реальностью, но все еще останешься во сне. Только теперь сон станет для тебя кошмаром. Ты будешь нескончаемо пытаться убежать от своей тени. Самадхи — это пробуждение от сна обособленного «я» или эго-системы. Самадхи — это пробуждение от отождествления с тюрьмой, которую мы называем «я». Ты никогда по-настоящему не сможешь быть свободным, потому что там, где есть ты, там есть и твоя тюрьма. Пробуждение не о том, чтобы избавиться от ума или матрицы. Напротив, когда ты не отождествляешься со своим умом, когда можешь более полно ощутить игру жизни, наслаждаясь всем тем, что есть, без пристрастия или страха. В древних учениях это называлось божественной игрой, лилой — игрой вдвойственности. Человеческое сознание является континуумом. С одной стороны, люди отождествляются с материальным «я», с другой стороны, самадхи — это исчезновение этого «я». Каждый шаг, сделанный в направлении самадхи, уменьшает твои страдания. Меньше страданий не означает, что жизнь свободна от боли. Самадхи превосходит двойственность боли и удовольствия. Это означает, что становится меньше сопротивления, оказываемого чему бы то ни было умом, обособленным «я». Именно это сопротивление создает страдания. Реализовав самадхи хотя бы один раз, ты сможешь увидеть, что находится на другом конце континуума. Увидеть, что есть нечто отличное от материального мира и личного интереса. Когда уничтожение эго-системы происходит в самадхи по-настоящему, то не остается ни эгоистических мыслей, ни обособленного «я», ни двойственности, но все еще присутствует «я есть», «аната» или «не я». В этой пустоте расцветает праджня или мудрость, понимание того, что истинное «я» существует далеко за пределами игры двойственности, за пределами всего континуума. Истинное «я», вневременное, неизменное, всегда, сейчас. Просветление. Это слияние изначальной спирали, постоянно меняющегося проявленного мира или лотоса, в котором разворачивается время с твоим вневременным бытием. Твоя внутренняя связь растет, как вечно раскрывающийся цветок, по мере того, как ты разодождествляешься с обособленным «я», становясь живым мостом между миром времени и вневременным. Реализация истинного «я» — это только начало пути. Большинство людей будут испытывать и терять самадхи в медитации множество раз, прежде чем они смогут интегрировать ее в другие аспекты жизни. Нет ничего необычного в том, чтобы иметь глубокие озарения твоей истинной природы во время медитации или самоисследования и снова обнаружить себя вернувшимся к старым шаблонам, забыв истину о том, кто ты есть. Осознать неподвижность или пустоту во всех аспектах жизни, каждую грань своего «я» — это стать пустотой, танцующей во всем. Неподвижность — это не что-то отдельное от движения, это не противоположность движения. В самадхи неподвижность распознается идентичной движением, форма — идентичной пустоте. Это бессмысленно для ума, потому что ум сам по себе подразумевает двойственность. Рене Декарт, отец западной философии, славится высказыванием «Я мыслю, значит, существую». Никакая другая фраза не выражает более четко падение цивилизации и полноты от дождествления с тенями на стене пещеры. Ошибкой Декарта, как и большинства людей, было поставить знак равенства между основополагающим бытием и мышлением. В начале своего наиболее знаменитого трактата Декарт писал, что почти все может быть поставлено под сомнение. Он ставил под сомнение свое чувственное восприятие и даже свои мысли. Подобно этому, Будда в Каламасутре сказал, что для познания истины необходимо подвергнуть сомнению все традиции, писания, учения, все содержимое своего ума и чувства. Оба эти человека начали с большого скептицизма, но разница была в том, что Декарт остановил исследование на уровне мышления, в то время как Будда пошел дальше. Он проник за пределы глубочайших уровней ума. Возможно, если бы Декарт вышел за пределы его мыслящего ума, он бы реализовал свою истинную природу, и западное сознание сегодня было бы совсем другим. Вместо этого Декарт описал возможность существования злого демона, который может удерживать нас под покровом иллюзии. Декарт не распознал, что было этим демоном. Так же, как в фильме «Матрица», мы можем попасться на крючок некоторой искусно сделанной программы, погружающей нас в сновидимый мир. В этом фильме люди переживают свои жизни в «Матрице», в то время как на другом уровне они являются просто батарейками, отдающими свои жизненные силы машинам, использующим их энергию в своих целях. «Матрица» Люди всегда хотят винить что-то вовне себя за то состояние, в котором находится мир или за свое собственное несчастье. Они могут винить человека, определенную группу людей или страну, религию, или своего рода контролирующих иллюминатов, подобных декартовскому злому демону или разумным машинам из «Матрицы». По иронии судьбы, демон, которого вообразил декартов, был именно тем, чем он определил себя. После реализации Самадхи становится ясно, что существует контролер, машина и злой демон, высасывающий твою жизненную энергию день за днем. Эта машина – ты. Структура твоей эго-системы состоит из множества маленьких обусловленных под программ или мелких начальников. Один маленький начальник жаждет пищи, другой – денег, еще один – статуса, положение, власти, секса, близости. Следующий желает понимания или внимания от других, желания в буквальном смысле бесконечны и никогда не могут быть удовлетворены. Мы тратим много времени и энергии, украшая наши тюрьмы, поддаваясь давлению улучшить наши маски и кормим маленьких боссов, делая их сильнее. Подобно наркоманам, чем больше мы пытаемся удовлетворить маленьких начальников, тем сильнее становится наша жажда. Путь к свободе не заключается в улучшении себя или в каком-то удовлетворении нашего эго, а в отбрасывании всего, что связано с нашим эго. Некоторые люди боятся, что пробуждение их истинной природы означает потерю индивидуальности и наслаждения жизнью. На самом деле, верно обратно. Уникальная индивидуальность души может быть выражена только тогда, когда преодолено обусловленное эго. Из-за того, что мы остаемся спящими в матрице, большинство из нас даже не знает, что на самом деле хочет выразить наша душа. Путь к самадхе включает медитацию, что является одновременно наблюдением обусловленного «я», того, что меняется, и распознанием твоей истинной природы, того, что неизменно. Когда ты приходишь к точке неподвижности, источнику твоего бытия, ты ждешь дальнейших инструкций без каких-либо представлений о том, как должен измениться внешний мир. Да будет не моя воля, но воля Всевышнего. Когда ум пытается изменить внешний мир, чтобы он соответствовал некоторым твоим представлениям о пути, это подобно попытке изменить изображение в зеркале, оперируя с отражением. Очевидно, что ты не можешь манипулировать с отражением, чтобы заставить изображение в зеркале улыбнуться. Тебе нужно осознать себя как подлинный источник отражения. Когда ты познаешь истинное «я», это не будет означать, что все во мне должно обязательно измениться. Что изменяется, так это сознательная, разумная, внутренняя энергия или прана, которая освобождается от обусловленности и теперь может направляться душой. Ты осознаешь цель души только в том случае, если будешь способен наблюдать обусловленное «я» с его бесконечными желаниями и отпустить их. В греческой мифологии говорится о том, что боги приговорили Сизифа к вечному повторению бессмысленного труда. Его задачей было бесконечно толкать камень на вершину горы только для того, чтобы скатить его обратно. Французский экзистенциалист, лауреат Нобелевской премии Альбер Камю считал историю Сизифа метафорой человечества. Он задал вопрос «Как нам найти смысл в этом абсурдном существовании?» Будучи людьми, мы трудимся без передышки, создавая свое будущее, которое никогда не приходит, а потом умираем. Если мы по-настоящему поймем этот факт, то либо сойдем с ума, отождествляясь с эго-личностью, или пробудимся и станем свободными. Мы никогда не победим в борьбе со внешним, поскольку оно является лишь отражением нашего внутреннего мира. Шутка Вселенной, абсурдность ситуации становится ясной, когда происходит полнейший провал тщетных попыток эгоистического я достичь просветления. В дзен-буддизме есть выражение «До просветления руби дрова, носи воду». «После просветления руби дрова, носи воду». Перед просветлением человек должен катить камень в гору, и после просветления человек должен катить камень в гору. Что же тогда меняется? Внутреннее сопротивление тому, что есть. Борьба прекращена, а лучше сказать, была осознанна иллюзорность того, кто борется. Индивидуальная воля или индивидуальный ум и божественная воля или высший разум сонастроились. Самадхи Это тотальное прекращение всякого внутреннего сопротивления любым изменениям без исключений. Тот, кто способен реализовать внутренний покой, независимый от внешних обстоятельств, обрел истинное Самадхи. Ты прекращаешь сопротивление не потому, что ты смирился с тем или иным, а потому, что твоя внутренняя свобода не зависит от чего-либо внешнего. Важно отметить, что когда мы принимаем реальность такой, какой она есть, это не означает, что мы перестаем действовать в мире или становимся медитирующими пацифистами. На самом деле, может быть совсем наоборот. Когда мы действуем, будучи свободными от бессознательных мотивов, тогда становится возможным действовать на одной волне с Дао, на полную силу внутренней энергии, стоящей за нами. Многие будут утверждать, что для изменения ситуации и достижения мира мы должны еще сильнее бороться с нашими предполагаемыми врагами. Бороться за мир – это все равно, что кричать ради тишины. Это только увеличивает то, чего ты не желаешь. В наши дни ведутся войны со всем, с терроризмом, с болезнями, с голодом. На самом деле, всякая война является войной против себя самого. Борьба – это часть коллективного обмана. Мы говорим, что хотим мира, но продолжаем выбирать лидеров, которые поддерживают войны. Мы обманываем себя, говоря, что защищаем права человека, но продолжаем покупать товары, сделанные на патагонных фабриках. Мы говорим, что хотим чистого воздуха, но продолжаем его загрязнять. Мы хотим, чтобы наука излечила нас от рака, но не желаем менять наши саморазрушительные привычки, которые способствуют болезням. Мы обманываем себя, полагая, что желаем улучшения жизни. Мы не хотим увидеть спрятанные в нас склонности, которые способствуют страданию и смерти. Вера в то, что мы можем выиграть войну против рака, голода, терроризма или против любого другого врага, созданного нашим собственным мышлением и поведением, на самом деле, позволяет нам продолжать обманывать себя, будто не нужно менять наш способ функционирования на этой планете. В первую очередь, революция должна состояться внутри тебя. Внешний мир придет в гармонию с Дао только тогда, когда мы непосредственно сможем почувствовать внутри спираль жизни. До этого момента все сделанное нами только увеличит хаос, уже созданный умом. Война и мир возникают вместе в бесконечном танце. Они являются единым континуумом. Одна часть не может существовать без другой, точно так же, как свет не может существовать без тьмы, как верх не может существовать без низа. Похоже на то, что мир желает света без тьмы, полноты без пустоты, счастья без печали. Чем больше задействован ум, тем более фрагментированным становится мир. Любое решение, исходящее из эгоистического ума, базируется на идее о том, что есть проблема, и это решение становится еще большей проблемой, чем та, которую мы пытались решить. То, чему ты сопротивляешься, усиливается. Человеческая изобретательность создает новые антибиотики, что делает бактерии только сильнее. Несмотря на наши огромные усилия в продолжительной борьбе с раком, в действительности количество заболеваний только растет. количество голодных людей в мире неуклонно увеличивается, как и число террористических актов по всему миру. Что же не так с нашим подходом? Подобно ученику-чародея из стихотворения Гёте, мы получили огромную силу, но не знаем, как ею пользоваться. Проблема в том, что мы не понимаем инструмент, который используем. Мы не понимаем человеческий ум и его истинную роль и предназначение. Этот кризис породило наше ограниченное и обусловленное мышление, то, как мы чувствуем и проживаем жизнь. Наш рационализм украл у нас способность распознать и использовать мудрость многих древних культур. наше эгоистическое мышление украло у нас способность чувствовать глубинную святость жизни, божественное присутствие во всех аспектах жизни, способность распознать совершенно различные уровни сознания, знания о которых практически утеряны. В культуре древнего Египта существовали боги нитеры. Они были первичными формами, чьи качества обретали те, кто очистили свои физические и духовные тела настолько, что могли стать домом для высших уровней сознания. Изначальный нитер или божественный принцип мудрости был известен как тот или теут. Его обычно изображали в виде писаря с головы птицы или ибиса. Он олицетворял источник знаний и мудрости. То-то можно назвать вселенским принципом мышления или мысли. Тот подарил нам язык, методологию, письмо, математику, все искусства и другие проявления деятельности ума. Только тому, кто прошел специальную подготовку, был открыт доступ к сакральным знаниям Тота. Книга Тота не является книгой по физике. Это мудрость Акаши или тонких миров. Согласно легенде, знания Тота были глубоко спрятаны в секретном месте внутри каждого человека и охранялись золотой змеей. Архетипический или извечный миф о змее или драконе, охраняющем сокровище, существует во многих культурах и имеет такие имена кундалини шахте, ци, святой дух, и внутренней энергии. Золотая змея является эго-системой, сплетенной с внутренними энергиями. И только когда человек преодолевает ее и подчинит себе, душа сможет познать мудрость. Говорили, что несмотря на то, что люди узнавали секреты самих богов и всего сокрытого в звездах, книга Тота приносила прочитавшему ее только страдания. Важно понять, что книга приносила страдания каждой личности, прочитавшей ее, каждому эго, которое хотело контролировать это знание. В культуре египтян Осирис символизировал пробужденное сознание. Без этого пробужденного сознания любое знание или понятие, полученное ограниченным я, будет оторвано от высшего разума и опасно. Глаз гора должен был быть открытым. Тайный смысл, который мы находим здесь, также содержится в более знакомой нам истории падения в Эдемском саду. Книга Тота является аналогией древа познания добра и зла, плод которого соблазнились съесть Адам и Ева. Несомненно, человечество уже съело запретный плод, уже открыло книгу Тота и было изгнано из Эдемского сада. Змея это метафора изначальной спирали, которая простирается из микрокосма в макрокосм. Сегодня змея живет в качестве тебя. Она является эгоистическим умом, выраженным в форме проявленного мира. Никогда ранее у нас не было доступа к такому огромному количеству знаний. Мы глубоко изучили материальный мир и даже нашли так называемую частичку Бога, но мы никогда не были настолько ограничены и не знали так мало о том, кем являемся и как нам жить. И мы не понимаем механизм, с помощью которого создаем страдания. и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь мы видим двумерное изображение фигуры, но если ты посмотришь под определенным углом, то увидишь 3D-куб Когда ты замечаешь куб, в фигуре ничего не меняется Это твой ум добавляет новую грань твоему видению Многомерность или угол зрения являются просто вопросом привычки воспринимать мир в новом свете Реализовав самадхи, мы освобождаемся от какого-то угла зрения или можем создавать новое, поскольку уже нет я, цепляющегося за определенную точку зрения Величайшие умы в истории человечества часто указывали на уровни мышления за пределами ограниченной Я-системы Эйнштейн говорил, подлинная ценность человека в первую очередь определяется мерой и смыслом, в каких он сумел освободиться от своего Я Мышление и существование Я-я абсолютно не является чем-то плохим Ум является прекрасным инструментом, когда служит сердцу Веданта говорит, что ум – хороший слуга, но плохой хозяин Эго постоянно фильтрует реальность через язык и ярлыки Все время осуждает, предпочитая одну вещь другой Когда ум и чувство являются твоими хозяевами, они создают бесконечное страдание, желание и антипати, запирая нас в матрице мышления Если ты хочешь реализовать самадхи, не определяй свои мысли как плохие или хорошие А найди, кем ты являешься Прежде мыслей, прежде чувств Когда все ярлыки отброшены, тогда становится возможным увидеть все таким, каким оно есть Как только ребенку скажут, что такое птица И если он верит в то, что ему сказали Он уже никогда не будет видеть птицу Он будет видеть только свои мысли КОНЕЦ Большинство людей верят в то, что они свободны, осознаны, пробуждены Если ты веришь, что уже пробужден Зачем тогда проделываешь такую тяжелую работу С целью получить то, что уже имеешь Перед тем, как пробуждение станет возможным Важно принять тот факт, что ты спишь, живя в матрице Исследуй свою жизнь честно Не обманывай себя В состоянии ли ты перестать следовать своим механическим и постоянно повторяющимся жизненным схемам? Если захочешь Можешь ли ты перестать искать удовольствия и избегать боли? Есть ли у тебя зависимость от определенной еды, занятий или развлечений? Осуждаешь ли ты постоянно? Обвиняешь и критикуешь себя и других? Твой ум беспрерывно ищет стимулы? Или ты полностью удовлетворен простым пребыванием в тишине? Имеет ли для тебя значение то, что люди думают о тебе? Ищешь ли ты одобрения или поощрения? Саботируешь ли ты определенные ситуации в своей жизни? Большинство людей будет проживать свою жизнь завтра, через год и через 10 лет Точно так же, как они делают это сегодня Когда ты начнешь наблюдать свою склонность жить как робот, то станешь более осознанным Ты начнешь осознавать глубину проблемы Ты полностью и тотально спишь Потерявшись в этом сне Как и жители Платоновской пещеры Большинство из тех, кто слышит эту истину Не будут готовы или не будут в состоянии изменить свою жизнь Будучи привязанными к своим привычным шаблонам Мы готовы на все, чтобы оправдать наши шаблоны Тем самым пряча голову в песок, а не встречаясь лицом к лицу с правдой Мы хотим быть спасенными Но сами не готовы повисеть на кресте Какую цену ты готов заплатить за свободу? Пойми, что если ты меняешь свой внутренний мир То должен быть готов к изменению мира внешнего Твоя старая система и старая личность должны стать мертвой почвой Из которой будут произрастать новые растения Первым шагом к пробуждению является осознание того Что мы отождествляемся с матрицей человеческого ума Или с маской Что-то внутри нас должно услышать эту истину И пробудиться от сна Есть часть тебя, которая вневременна И всегда знает истин Матрица ума уводит нас в сторону Развлекает нас Заставляет постоянно действовать Потреблять Хватать Бегать по кругу постоянно меняющихся желаний и антипатий Не давая нашему сознанию распуститься А нам получить то, что принадлежит по праву эволюции Самадхи Мы принимаем патологическое мышление За нормальную жизнь Твоя божественная суть была порабощена И отождествилась с ограниченной я-системой Великая мудрость и истина о том, кто ты есть Глубоко спрятана внутри твоего существа Джидду Кришнамурти сказал То, насколько ты хорошо приспособлен к этому глубоко больному обществу Не является мерилом твоего здоровья Отождествление с эгоистическим умом является болезнью А самадхи – лекарством На протяжении истории человечества Все святые, мудрецы и пробужденные Познали мудрость сдачи себя Как реализовать свое истинное Я Что останется, если ты сбросишь покров Майи И отпустишь иллюзорное Я Субтитры создавал DimaTorzok Великие мировые духовные учителя древности и современности Придерживались взгляда, что глубочайшая истина нашего бытия Не является собственностью одной конкретной религии Или духовной традиции А может быть обнаружена в сердце каждого человека Поэт Румиз сказал Где та луна, которая никогда не встает и не садится Где та душа, которая не с нами и не без нас Не говори, что она здесь или там Все творение то Но лишь для глаз, которые способны увидеть Самадхи Это не то, что ты думаешь В сказании о Вавилонской башне Человечество было разделено множеством языков, верований, культур и интересов Вавилон Вавилон дословно означает Врата богов Врата – это наш думающий ум Наши обусловленные структуры Те, которые осознали свою истинную природу Свою сущность за пределами имени и формы Посвящены в великую тайну того, что находится за этими вратами Люди использовали древнюю притчу Притчу о слоне Чтобы описать, как на самом деле разные традиции Указывают на единую великую истину Каждый человек из группы слепых касается разных частей слона Получая определенное представление о том, что такое слон Человек, стоящий под для ноги слона Описывает его, как нечто подобное дерево Человек, стоящий у хвоста Говорит, что слон похож на веревку Слон похож на копье Говорит тот, кто стоит возле бивня Если дотронуться до уха То покажется, что слон похож на веер Человек, дотрагивающийся до бока Уверен, что слон подобен стене Проблема в том, что мы касаемся своей части слона И считаем, что наш опыт является единственной истиной Мы не желаем признать или принять во внимание то, Что опыт каждого человека просто является Разной частью одного и того же животного Вечная философия Это понимание, что все духовные традиции Разделяют единую общую истину Наличие мистической или трансцендентной реальности На основе которой все духовные знания и учения возникли С вами Вивекананда резюмировал суть учения вечной философии, сказав Концом всех религий является познание Бога в душе Это и есть единая универсальная религия В этом фильме, когда мы используем слово Бог, оно просто является метафорой для трансцендентного, указывающей на великую тайну за пределами ограниченного эгоистического ума Познать свое истинное Я или подлинное Я означает познать свою божественную природу Каждая душа имеет потенциал для проявления нового, более высокого уровня сознания с целью пробудиться от сна и отождествления с формой Каждая душа имеет потенциал для проявления нового, более высокого уровня Писатель и мистик Олдос Хаксли, известный своей книгой «Прекрасный новый мир», также написал книгу под названием «Вечная философия», где он пишет об одном учении, которое возвращается в историю человечества снова и снова, принимая форму культуры, в которой оно притворяется в жизнь Он пишет «Вечная философия наиболее точно выражается санскритской формулой Тат Твам Аси» То Ты Еси, Атман или истинное вечное Я, едино с Брахманом, абсолютным принципом всего существования И конечной целью каждого человеческого существа является обнаружение этого факта, познание того, кем он или она есть на самом деле Каждая традиция подобна граням драгоценного камня, отражающим особый взгляд на одну и ту же истину Но в то же время повторяющим и отражающим друг друга Какой язык и концептуальная система не использовались бы? Все религии, отражающие вечную философию, разделяют идею о единстве с чем-то большим, с чем-то за пределами нас Субтитры создавал DimaTorzok Вполне возможно почерпнуть полезное и интегрировать учения из одного или многих источников, не отождествляя себя с ними Говорят, что все истинные духовные учения – это просто пальцы, указывающие на трансцендентную истину Если мы ради нашего удобства будем цепляться за догму, учение, мы остановимся в нашем духовном росте Осознать истину за рамками всех концепций означает отпустить наше цепляние и привязанность Отпустить все религиозные концепции С точки зрения эго, палец, указывающий тебе на самадхи, указывает прямо в пропасть Иоанн Креста сказал Если хочешь быть уверен в дороге, по которой идешь, ты должен закрыть глаза и идти в темноте Жить полной жизнью Всегда пребывать на ничьей земле Быть готовым умереть снова и снова Пема-чодрон Самадхи начинается с прыжка в неизвестное Древние традиции утверждали, что для того, чтобы постичь самадхи Человек должен сместить фокус сознания от всех известных объектов От всех внешних явлений, от обусловленных мыслей и чувств к самому сознанию Внутреннему источнику, сердцу или существу своего бытия В этом фильме, когда мы используем слово самадхи Мы указываем на трансцендентное, на высшее самадхи, которое называется нирвакальпасамадхи В нирвакальпасамадхи наблюдается остановка я-активности Всех видов поиска и деятельности Мы можем только говорить о том, что отпадает, когда мы приближаемся к нему И что появляется снова, когда мы возвращаемся из этого состояния Тут нет восприятия или невосприятия Нет объекта и необъекта Нет сознания и несознания Оно совершенно непонятно и непостижимо для ума Когда я становится снова активным, наблюдается незнание Нечто похожее на новое рождение и все становится новым Остается некий аромат божественного, который держится уже дольше по мере продвижения на пути Существует бесчисленное количество видов самадхи, описанных древними традициями А язык создал путаницу на протяжении многих лет Мы выбираем слово самадхи, чтобы обозначить трансцендентное единство Но мы с такой же легкостью могли бы использовать и другое слово из иной традиции Самадхи – древний термин на санскрите Употребляемый в ведической, йогической и сангхийской традициях Индии Проникший и в другие духовные традиции Самадхи – восьмая ступень из восьми ступеней йоги Патанджали И восьмая ступень благородного восьмеричного пути Будды Будда использовала слово нирвана – прекращение ваны Или прекращение я – активности Патанджали описывает йогу или самадхи как читтавритти ниродха Что означает на санскрите остановка кружения или спирали ума Это высвобождение сознания из целой матрицы или первопричины ума Санкт-Петербург Самадхи не представляет собой концепцию Поскольку для его постижения необходимо отбросить концептуальный ум Разные религии использовали различные слова для описания единства с Божественным Что интересно, само слово «религия» имеет схожее значение Латинское слово «религары» означает «воссоединять», «восстанавливать связь» Похожее значение имеет слово «йога» – «йог», что означает «соединение мирского с трансцендентным» В исламе это отражено в староарабском значении слова «ислам», которое означает «сдачу» или «мольбу к Богу» Оно выражает «тотальное смирение» или «сдачу я-системы» Такие христианские мистики, как святой Франциск Асистский Святая Тереза Авильская и святой Иоанн Креста Говорили о священном союзе с Богом, царстве Божием внутри В Евангелии от Фомы Христос сказал «Царство не здесь и не там», но царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его Если посмотреть на работы греческих философов Платона, Платина, Парменида и Гераклита Сквозь призму учения вечной философии, то они указывают на одну и ту же мудрость Платин учит, что самое важное устремление человека – это направить человеческую душу К наивысшему состоянию совершенства и союзу с Единым Святой и шаман племени Лакота, Черный Лось, сказал «Первоочередной покой, являющийся самым важным, это тот, который приходит в душу людей, когда они сознают свои отношения, свое единство с Вселенной и ее силами И когда они постигнут, что в центре Вселенной обитает Великий Дух, а центр этот находится повсюду Он внутри каждого из нас Если мы не пребываем в Самадхи, то на пути есть души людей, которые приходят в душу людей, которые приходят в душу людей Две полярности, две двери, в которые можно войти Два измерения, одно ведущее к чистому сознанию, другое к миру чувственных объектов Восходящее направление ведет к Абсолюту, а снисходящее – к Майе, ко всему проявленному, как видимому, так и невидимому Отношения между относительным и Абсолютным можно выразить цитатой Шри Насаргадатты Махараджа «Нудрость знает, что я ничто, любовь знает, что я все, и между ними течет моя жизнь» От такого союза рождается новое божественное сознание Нечто появляется из этого брака или союза этих полярностей, или гибели двойственного отождествления При этом это нечто неосезаемо и никогда не рождалось Сознание расцветает, создавая нечто новое, создавая то, что можно назвать троицей вечной философии Бог-Отец, трансцендентный, непознаваемый и неизменный, заключает союз с божественным женским началом, представляющим все меняющееся Такое соединение приводит к алхимической трансформации что-то вроде смерти и возрождения В ведических учениях божественный союз представлен двумя основными силами – Шива и Шакти В ходе истории имена и лица различных богов менялись, но их основные качества оставались неизменными Из этого союза рождается новое божественное сознание, новый способ бытия в мире Две полярности становятся неделимым целым Универсальная энергия, не имеющая центра и свободная от ограничения Это чистая любовь Нечего обретать или терять, поскольку она совершенно пуста и тотально наполнена Будь то эзотерические школы Месопотамии Духовные традиции вавилонян и ассирийцев Религии древнего Египта Нубийская и кеметийская культуры Древней Африки Шаманские и туземные традиции всего мира Мистицизм Греции Гностики Адвайтисты Буддисты Даосисты Иудеи Зооастрийцы Джайны Мусульмане Или христиане Всех их объединяет, что их глубочайшие духовные инсайты Позволили последователям этих традиций познать самадхи Само слово самадхи означает что-то вроде познать общность или единство Это означает единение Оно объединяет все аспекты тебя Но не нужно принимать интеллектуальное понимание за подлинное постижение самадхи Это твой покой Твоя пустота Которые объединяют все уровни спирали жизни Субтитры создавал DimaTorzok Именно благодаря древнему учению самадхи Человечество может начать осознавать единый источник всех религий И снова сонастроиться со спиралью жизни Великим Духом Дхармой Или Дау Спираль это мост Простирающийся от микрокосма до макрокосма От твоего ДНК до внутреннего лотоса энергии Проходящей по чакрам До самых спиральных рукавов галактик Каждый уровень души выражен посредством спирали В качестве вечно развивающейся ветви Живой и следующей Истинная самадхи Это осознание пустоты всех уровней себя Всех оболочек души Спираль является бесконечной игрой двойственности И циклом жизни и смерти Временами мы забываем нашу связь с источником Призма, через которую мы смотрим, очень мала И мы отождествляем себя С ограниченным существом Ползущим по земле Только для того, чтобы снова совершить свой путь обратно к источнику К центру Находящемуся повсюду Хуан Цзи сказал Когда нет больше разделения между этим и тем Это называется точка недвижимости Тау Недвижимые точки в центре спирали Можно увидеть бесконечие во всех вещах Древняя мантра Ом Мане Падме Хум Имеет поэтическое значение Человек пробуждается Или познает драгоценный камень Внутри лотоса Твоя истинная природа Пробуждается в душе В мире В качестве мира Обращаясь к принципу герметизма Как наверху, так и внизу Как внизу, так и вверху Мы можем провести аналогию Чтобы понять взаимосвязь между умом и тишиной Относительным и абсолютным Путь, ведущий к постижению неконцептуальной природы самадхи Это обращение к аналогии черной дыры Черную дыру обычно определяют Как область пространства С сильнейшим гравитационным полем Настолько сильным Что ее не могут избежать Ни кванты света Ни материя Новая теория предполагает Что все объекты От мельчайших микроскопических частиц И до макроскопических образований Таких как галактики Имеют черную дыру или загадочную сингулярность в центре В связи с этой аналогией Мы будем использовать новое определение черной дыры Центр, находящийся повсюду В традиции дзен существует множество стихов и куанов Которые подводят нас к безвратным вратам Человеку нужно пройти через безвратные врата Чтобы познать самадхи Горизонт событий Горизонт событий Граница во времени и пространстве За пределами которой события Не могут повлиять на стороннего наблюдателя Что означает Что все происходящее за пределами Горизонта событий Не может быть поздно на тобой Можно сказать Что горизонт событий черной дыры Является аналогией Для безвратных врат Это порог между я и его отсутствием Нет меня проходящего горизонт событий В центре черной дыры Находится одномерная сингулярность Содержащая триллионы солнц В невообразимом маленьком пространстве По сути бесконечное количество В прямом смысле вселенная В чем-то бесконечно меньшем Чем песчинка Сингулярность Нечто недоступное пониманию За пределами времени и пространства Согласно физике Движение тут невозможно Как невозможно и существование объектов Что бы это ни было Оно не принадлежит миру восприятия Но и не может быть описано Как просто неподвижность Оно за пределами неподвижности и движения Когда ты осознаешь центр Находящийся одновременно везде и нигде Дуальность исчезает Форма и пустота Время и безвременность Можно назвать это Динамической неподвижностью Или наполненной пустотой Внутри центра тотальной темноты Даосский учитель Лао Цзи сказал Темнота внутри темноты Врата к пониманию всего Писатель и сравнительный мифолог Джосеф Кэмпбелл Рассказывает о циклическом символе Части вечной философии Которой он называет Аксисмунди Центральной точкой Или самой высокой горой Опорой вокруг которой Все вращается Точка, в которой неподвижности Движения соединены Из этого центра Произрастает огромное Цветущее дерево Дерево Бодхи Соединяющее все миры Подобно тому, как черная дыра Затягивает солнце Так же, когда ты приближаешься К великой реальности Твоя жизнь начинает вращаться Вокруг нее И ты начинаешь Исчезать По мере приближения К истинному Я Эго-систему охватывает страх Задача Страж у ворот Испытать путешествующих Человек должен быть готов Встретиться со своими Самыми большими страхами И в то же время Принять заложенную в нем силу Пролить свет на бессознательные страхи И спрятанную внутри красоту Если твой ум спокоен Если нет Я-реагирования Тогда все бессознательные явления Продуцируемые подсознанием Возникают и уходят Это тот момент, когда тебе в твоем духовном путешествии Очень понадобится вера Что означает вера? Вера отличается от вероубеждения Вероубеждение – это принятие чего-то на уровне ума С целью успокоить себя Вероубеждение – метод ума для обозначения и контроля опыта Вера же – нечто противоположное Вера – это пребывание в месте полного незнания Принятие всего, что появляется из бессознательного Вера – это сдача тяги сингулярности Растворению или демонтированию себя С целью пройти через безвратные врата Эволюция и структура галактики Тесно связаны с масштабом ее черной дыры Как и твоя эволюция связана с присутствием истинного Я Сингулярностью, являющейся твоей истинной природой Мы не можем видеть черную дыру Но можем знать о ней по тому, как объекты двигаются вокруг нее По ее взаимодействию с физической реальностью Точно так же мы не можем увидеть нашу истинную природу Истинное Я неосезаемо Но мы можем заметить просветленный поступок Как сказал дзен-мастер Судзуки Строго говоря, не бывает просветленных людей Есть только просветленное совершение действий Мы не можем увидеть свою природу, как глаз не может увидеть сам себя Мы не можем ее увидеть, поскольку видение возможно только благодаря ей Как и черная дыра, самадхи является одновременно всем и ничем И не является объектом Оно разрушение двойственности Объект и не объект Нет врат, ведущих к великой реальности Но есть бесконечные пути Пути Дхармы Похожи на бесконечную спираль Без начала и конца Никто не может пройти через безвратные врата Никакой ум еще не дошел до этого И никогда не дойдет Только никто может пройти через безвратные врата Так будь никем Самадхи – это путь без пути Золотой ключик Оно – конец нашего отождествления с Я-системами Разделяющими наши внутренние и внешние миры Существует много моделей концепций Описывающих слои или уровни Я-системы Мы используем пример из древности В Упанишадах оболочки, покрывающие атман или душу Называются кошами Каждая коша подобна зеркалу Наслоение Я-структуры Покров или уровень Майи Мешающие нам осознать нашу истинную природу Если мы отождественны с ним Большинство людей видит отражение И верят, что это они и есть Одно зеркало отражает животный слой Физическое тело Другое зеркало отражает твой ум, твои мысли, инстинкты и ощущения Третье – твою внутреннюю энергию или прану Которую можно найти, взглянув внутрь себя Еще одно зеркало отражает уровень образов Уровень высшего разума или мудрости И существуют слои трансцендентного или недвойственного блаженства Которые можно познать при приближении к самадхе Теоретически можно выделить бесконечное количество зеркал Или аспектов Я И они постоянно меняются Большинству людей только предстоит обнаружить свои праны Высшего разума и блаженства в недвойственности Они даже не знают об их существовании Эти слои формируют твою жизнь Но ты их не видишь Скрытые зеркала на самом деле влияют на нашу жизнь больше, чем видимые Они невидимы, поскольку для большинства людей Не освещены полностью их сознанием Подобно сети жемчужин Индры Зеркала отражают друг друга А отражения отражают все последующие отражения до бесконечности Изменения на одном уровне одновременно влияют на все остальные уровни Некоторые из этих зеркал могут оставаться во мраке Если нам не повезет найти мудрого наставника, который поможет нам пролить на них свет Правда в том, что мы не знаем того, о чем не догадываемся Теперь представь, что ты разбил все зеркала Нет того, что отражало тебя самому себе Где ты? Когда ум утихает, зеркала перестают отражать Нет больше предметов и объектов Но не нужно путать первичное состояние с состоянием небытия Истинное «я» не является чем-то, но и не есть ничто Источник – это не что-то, а сама пустота или неподвижность Та пустота, которая является источником всего Форма познается точно так же, как и пустота Пустота познается точно так же, как и формы Источник – великое лонотворение, носящее в себе все возможности Самадхи – пробуждение безличностного сознания Подобно тому, как ты пробуждаешься после сна И понимаешь, что все, что тебе снилось, происходило в твоем уме После постижения самадхи ты понимаешь, что все в этом мире происходит Внутри наслоений энергии и сознания Это все зеркала в зеркалах Сны в снах Но ты, которым ты являешься, по своему мнению, есть и сон, и сам спящий Что бы мы ни говорили в этом фильме, отпусти это Не цепляйся за это умом Душе снится сон Сон о тебе Сон – это все переменчивое, но есть возможность познать неизменное Этот факт невозможно понять ограниченным личностным умом Когда мы возвращаемся из нервик аль-пасамадхи Зеркала снова начинают отражать и становится понятным, что мир, в котором ты думаешь, что живешь На самом деле является тобой Неограниченный ты, что есть лишь временное отражение А ты, осознающий свою истинную природу, как источник всего того, что есть Этот проблеск высшего разума Зародыш, праджна или познание является тем, что рождается из самадхи Согласно Евангелию от Иоанна, хокма или мудрость исходит из ничего Эта крупица мудрости бесконечно мала, но при этом охватывает целое бытие, оставаясь неподвижной Пока в царстве зеркал не обретет форму, называемую биной Лоном, созданным высшим разумом, придающим форму зарождающемуся духу Бога Субтитры создавал DimaTorzok Существование зеркал или умов не является проблемой На самом деле ошибкой или заблуждением человека есть отождествление себя с ними Это иллюзия, что мы являемся ограниченным Я и есть Майя Йогические учения говорят, что для постижения самадхи человек должен наблюдать объект медитации, пока он не исчезнет Пока ты не исчезнешь в нем или он в тебе Хотя различные традиции используют разные слова, в своей основе они все указывают на прекращение Я отождествления и Я активности Будда всегда говорил о том, кем мы не являемся Он советовал непосредственно исследовать работу Я-системы Он не говорил, что такое самадхи, кроме того, что оно – конец всем страданиям В Адвайта-Виданте есть термин «нети-нети», который означает «не это, не то» Люди на пути к самореализации исследуют свою истинную природу или природу Брахмана, сначала познавая, кем они не являются Аналогично в христианстве Тереза Авильская предложила иной подход к молитве Путь отрицания или вио-негатива Молитва тишины, сдачи и единения, что является единственным способом приблизиться к абсолютному Благодаря этому поэтапному процессу отсекания человек отбрасывает все непостоянное и изменчивое Ум, эго-систему и все остальное, включая невидимые слои Я Подсознание должно стать прозрачным, чтобы начать отражать источник Если есть много знаний и Я, орудующее в подсознании Тогда наша жизнь заперта в лабиринте скрытых шаблонов, скрывающих необнаруженное Я Когда обнаружено, что все до единого слои Я пусты, ты становишься свободным от Я Свободным от всех концепций Поворотный момент твоего развития – это осознание того, что ты не знаешь, кто ты есть Кто переживает дыхательный процесс, кто испытывает вкус, кто получает опыт пения, ритуалов, танца, горы Наблюдение за наблюдающим Созерцание созерцателя Сперва, когда ты наблюдаешь созерцателя, ты увидишь только ложное Я Но если не сдашься, оно отступит Исследуй непосредственно того, или что переживает Не моргая пронзительно, проницательно изо всех сил своего бытия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok